Эпидемия гриппа в Латвии пока не началась. На данный момент врачи чаще констатируют у пациентов простудные и вирусные сезонные заболевания. Вот эта зима, солнечная в общем-то, да, и не снежная, без лякоти, она для вируса гриппа неблагоприятная, поэтому пока что его в Латвии и в Таугавпилсе практически нет. Это единичные случаи, такое может быть и летом. Но, к сожалению, обыкновенный аденовирус, не знаю называть ли их, все те вирусы, которые мы называем простудными, они, конечно же, есть. С осени не утихает и так называемый ротовирус, поэтому очень важно помнить, что профилактика и предупреждение заболеваний более безопасна для здоровья, нежели лечение. Надо основные правила гигиены сейчас соблюдать более тщательно, чтобы вирус смылся с одежды, надежду нужно проветрить, как только из дома пришли, с улицы, с работы пришли домой. Обязательно нужно умыться, вымыть руки, это важно и для вирусов чисто простудных, которые вызывают как бы только насморк и кашель, и особенно для тех, которые вызывают еще и кишечные расстройства. Также стоит соблюдать диету, основанную на повышенном содержании овощей и фруктов. Если у вас дома есть тыква, яблоки из своего сада или местного рынка, клюква, смело употребляйте их, ведь лучше натуральных витаминов ничего нет. Но о физическом здоровье не стоит забывать. Конечно, достаточно бывать на улице, выходные желательно проводить в лесу, потому что морозы не очень сильные, это очень, все близко и все доступно. Но, к сожалению, дети сидят у компьютера, не вымыв руки, идут на свою клавиатуру, на клавиатуре вирусы живут и сам себя заражаешь. Как поступить, если вы все-таки подхватили вирус или простуду? Сутки всегда есть нанородные средства, когда человек должен разобраться, он просто продрок, у него явления такие, озноба, да, и немножко насморк, или он все-таки заболел. Желательно без медикаментов, лечь все-таки в постель, пить много жидкости, какую вы переносите, да, если аллергия на клюкву, то лимон, и наоборот. Вот, отдохнуть и на следующий день, конечно, разобраться, понять, да, если продолжаются симптомы, то желательно обратиться к врачу, хотя бы позвонить. Мы теперь, как в Европе, можно с врачом связываться по телефону. И еще, то, что оптимисты болеют реже, научный факт, поэтому будьте позитивными и излучайте здоровье.